Всем хеллоу, с вами Санчоус, и смостонутый немецко-датский дед. Ля какой у него новый флажок красивый, напоминает кое-кого из кое-откуда. На чём я там на красных агрессивных буковках остановился? Ну тогда до них же дальше и пойдём. Какие же всё-таки в Красных Ватиканиях акселерционистские французики-бомжики-унылые? Даже со своими программами массового оплодотворения, осуществляющимися лично Липедроном, до коммунистических язычников им ещё далеко. Когда это мы их уже тотально унижать смогу? А, не скоро ещё. Для этого они должны как минимум итальянских адекватов разадекватить. Надеюсь, они будут побыстрее, быстрее, быстрее! А то эти нормы со своими гарантиями не дают мне австрияшек забулить. А ведь так, сука, хочется. Я, кстати, так и не понял, о чём мы с ляхами дружим. Вон у нас даже свой ОВД имеется. И зачем нам такие друзьяшки вообще? Наверное, задумывалось, что против угрозы с Востока. Но она пока что только сама себе в состоянии угрожать. Ля, дрип власов. Может мне польский ещё и в войнушке с кое-каким весёлым хлопчиком помочь? А как же немецкий Гданьск? А, он и так немецкий. Точнее, прусский. А этих я почему не могу добровольно или не очень в родную гавань вернуть? У нас же тоже вон пруссиан майндс. Короче, определённо у психованного деда побольше возможностей должно было быть. Блять, ладно, венгерских ленинистов я ещё могу представить. Но как эта зараза на Тайвань-то сумела попасть? Но самое удивительное, что тут вообще фокусы есть. Но не особо классненькие, так что и похуй. Хм. Оказывается, у меня тут внизу целая кучка военных проектиков валяется. А чё они все недоступные? Язычники слишком непрошаренные для такого движа? А, блять. Помните, короче, изначальную обсосную веточку? Которую нельзя было трогать, чтобы позитивное левачьё не победило. Так вот, всё-таки один застанный фокус там был нужен. Какой-то неприкольный приколдес получился. Придётся самому их ручками открывать. Сначала разберёмся с солдатской моралькой. Хотя конкретно в нашем случае с аморальщиной. Просто понимаете, учитывая, с какими инфернальными отродьями нам потом долбиться придётся, дегуманизировать противника будет не такой уж и плохой идейкой. Да и они, по большей части, сами себя дегуманизируют. В прямом, блять, смысле. К нынешним французикам вряд ли подойдёт понятие «классовая солидарность». Да и по большому счёту это как-то бесполезненько. Лучше мы их на военные работки загоним. А вось подвыдохнуться и успокоиться. Да и какая-никакая польза будет от них. О, итальянские шизы наконец-то в атаку пошли. Значит, гои с кем скоро будем пангерманскую единость совершать. Как только не шизовых макаронников добьют. С боевым дужком разобрались, а теперь время более полезной хуристики. Основной доктринке, вокруг которой мы свой Вольк-сферы будем танцевать. Тут даже не сказать, что у меня особо какой-то выбор есть. Так как в генштабе, кроме одинокого арморного Манштейна, и нет никого. Будем старый добрый Дойче Вольк Блицкрих изучать. Кстати, ща и опробуем пролетарский чугун. На австрийских либерально-капиталистических ебках. Да, вот это вот убожество тут добавили за место урезанного Рома. Дурики совсем не могут без чьих-то гарантий жить. Теперь они находятся под защитой радикальной антисоциалистической Швейцарии. Вот уж нашли себе гаранты. Так даже лучше на самом деле. Чё, прям без всяких прелюдий и прочих там отшлюзов сразу берём и нападаем? Ну окей. Очевидно, это оказывается не особо сложно. Даже швейцары на изи горно плитскрижатся. И причём всё захваченное это мне над стерки даже словения какого-то хрена. Ну и п***тенько. Правда странно, что у меня какого-то хрена пару дивизий испарились. Но потеря в принципе невелика. Ещё досраки наклепаем. Да ли Педрона уж точно хватит. Эх. А ведь если бы немедлительные мадагаскарцы уже по Парижу локальных шипсиков шпыняли. А чё, кста, там-то ж не главпсих. А вот кста уже постепенненько агрессирует. Лёё. Я надеюсь, английские капиталюги не захотят участвовать в этой битве шизов. Да и сомневаюсь я, честно говоря, в дипломатических способностях либо арбитурата. Он больше по демографии спец. Иначе не классненько, если к отп***ке меня ещё и бредашке присоединяться. Можно было бы Леононисту ещё в Алжире перед войнушкой поднасрать. Но это я совсем уже не успеваю. Ну ладно, чё. На жопке спокойно посидим, покачаем ВОЛЕКС ЭКОНОМИК. И будем ждать психоза бешеного. А не, походу успеваю таки в Алжире пошалопаить. Стоп. Мне не нужно было в Мадагаскаре всё это время хукнёй маяться. БЛЕ. Ну, зато у меня теперь союзник есть. Просто оху**ный. А чё, Алжирные коммунистические тумбы-юмбы даже восстания не устроят? Просто себе эти него правительственных подсосов подготовили. Ну ладно, пусть будут чё. Я могу быть быстрее самого быстрого спидозника и самому Второе Мировое Мочилово начать. Но не буду пока, у меня ещё приготавливается десертик для Италии. У меня, оказывается, ещё и в проекте, как всякие вундервафли имеются. Хотя, как сказать вундервафли? Просто можно исследование шо пи***ть раскачать. До шести бесполезных ячейк исследования. Я-то и четыре не знаю, куда всрать. Хотя тут на атомные бомбочки бафики даются. А у меня ещё с прошлого видоса на их тему есть парочку интересных мыслишек. Ну, всё-таки после экономички уже этим займёмся. Ой, кто у нас тут заактивничал. Только сам уже Лешезону хотел войнушку объявлять. А то сидел тут на месте, как дебил немецкий социал-националистический сиськи мял. В Тироле без снабжения страдал, хотя мог уже приколдессами заниматься. Ну ладно, ща будем дешизировать французского психопата. Ух, сколько говнеца понавылезало. Тут даже ирландцы есть. Они тоже принимают участие в общеевропейской шизоидной революции. Блин. Жалко, что в наш хуй в рот фронт так бразильцы и не вступили. Тут они на удивление имбовые, кстати. А, им почему-то пока нельзя с нами френдиться. Ну чё, обождём чутка. Хотя, думаю, к этому времени нам уже союзнички не понадобятся. Липидрон быстро загнётся, а больше мне и воевать не с кем. Погодите-ка, откуда это у меня с Желторойся и пакты ненападений? Чё за магия дипломатии, я его не подписывал? А, там Троцкий сидит. Ну ладно, ему можно. И он, кстати, тоже может к нашему роту фронта присоединиться. Ля, мне ж тогда придётся коммунистический драх на Хостин устраивать. Хотя, судя по всему, это будет не особо сложно. Вон скоро Российскую империю ляхи вообще захватят. Всё, потопил Рэд. О, и довольно неплохо так поначалу. Эй, бедный леш и бздон. Хотя, не такой уж и бедный. Чё-то я думал, поуспешнее мы в Альпах будем наступать. Зато на действительно важном фронте всё заебятенько. К тому же, этот Додик долго не провоюет, потому что он обсосный нещуган. По сравнению с немецкими коммуняшками. То есть, хоть он оказался не совсем уж чмом, всё равно он, э, такой себе. И это я ещё миллиард своих коммунистических подсосов не призвал. Хотя бы в этот раз ивент дадите про Вторую мировую войну? Нет, опять не шутили. Самый главный супер-эвент в моде. Ну ладно, не самый, но по крайней мере второй по важности точно. Нахрена его тогда делали вообще? Ля, приятно, когда игра сама в себя играет. Я даже и не нужен особо. На Леса Левого, походу, только автопланчика хватит. Вспомнишь говно, вот и оно. Троцкий в рот фронт просится. Блин, мне слишком нравится жареная курочка в его ресторанах, чтобы я мог отказать. Надеюсь, он на радостях от этого сразу не объявит Российской империи войдушку. Ах, хотя на самом деле хрен с ним, пусть объявляет. Она и без этого в жуткой сраке находится. Как же классно играть не за реваншистских бомжей. С манпуверчиком всё отличненько. Стреляющих палок на складах ещё на трёх лебедронов хватит. Такие необычные ощущения для меня. Почему самые весёленькие пареньки обычно самые нещугановые? Несправедливо, сука. Эх, как же иногда хочется не искать какую-нибудь слабенькую жопку, чтобы потом в неё полгода долбиться, надеясь на прорыв. А просто... Нуть всей фатагой мажора по фронту. А не париться о какой-то там стратегии и тактике. А если уж совсем припрёт, я боевых венгров в войну позову, вон они сами рвутся в бой. Вот и порежули уже. Всё-таки у Леги Оргина по программе увеличения популяции нормальненько так додиков понарожалось. Аж по 10 штук дибок кое-где стоит. Но это ненадолго. Мда, перегнул я про трёх лебедронов. Было бы замечательно, если бы на одного хватило. Всё-таки воевать чисто на автопланчике, судя по всему, было не самой моей блестящей задумкой. Мне кажется, я уже не в первый раз такое говорю. Ё-моё, 2 миллиона окончательно запорченного мяса. А как так быстро-то? Или у левых просто фарш быстрее нашинковывается? Такой исторический дебафчик. Тварь, скотина, скотоложец! Франц дивизий по нас памил, и они у него теперь в процессе вечного мансования по всей линии фронта. Пока я одну выбиваю, ещё 5 новеньких прискакивает. Не, это, конечно, тоже закончится рано или поздно. Но я как бы близклик тут устраивал. Комуняшки, давайте поактивней, что ли. Марш-марш на фарш разучились ходить. Давайте пошустрей. Ай, Редфлуд, блять. Только здесь увидишь молдовских реакционных легионеров, с которыми улучшают отношения чадские радикальные осуждисты. Дружба народов, ебать. Кого? Ладно уж, желтороссийский Троцкий. Он да понятно, что в Родфронте забыл. Но это что за амбал? Турапе Европе? Судя по всему, это какие-то варварские серпы. Как они вообще умудрились с нами связаться? Ну ладно, окей, пусть будет чё. Зато теперь плюс союзничек есть. Шёл четвёртый миллион уничтоженных на чуть более чем полугодовой войнушки немчиков. У меня начали появляться мысли о том, что стоит немного переиграть. Ну блин, это совсем не весело будет. Я за полтора дня еблокавта закрушу и всё. Ладно, пока пусть мои челики чутка отдохнут. Но только чутка. Окей, если быть адекватным адекватом, захватом французов вообще никаких сложностей нет. Как и приколдесам с прочими змехуёчками. Ну и на этом, в принципе, и всё. Конечно, германского единства не удалось достичь. Ну да и хер с ним. Ну и да, я обещал пожилому еврейскому одессиду помочь. Но он своей Сибири заострял, и только лет через 20 оттуда выберется вообще. А хотя не, стопэ. У меня ж тут ещё под финалочку ещё парочку фокусиков осталось. Про возрождение нации и вот всё такое вот дерьмецо. После овер четырёх миллионов потерь за меньше, чем год. Да, вот это действительно триумм здесь вились. Хотя такая проёбочка даже и не чувствуется особо. Немецкие бабы уже успели замену нарожать, причём с избытком. Причём некоторые из них вообще сами на фронт попёрлись. Один товар – двойная выгода. Ля, как мы Европку поделили. Целую орду лояльных ебаночков по разным жопкам порассадили. Правда, кроме Алжирика, все кринжовые какие-то. Ой, вот опять что-то про ложь Абрахама. Вам что, Радика, беднягу, не хватило? Под конец немчура совсем с цепи сорвалась. Этот мир становится только страннее и страннее. Одни только белорусы, чуть не добравшиеся до Москвы, чего стоят. Ааа, Пруссия! Этот челик явно очень рад, что таки остался в живых. Чё мы ещё там натворим? Ааа, ясно, чутка подчистим ещё верунов. Хоть в чём-то датский шизодет похож на норме социков. Правда, они, конечно, поменьше про Тора, не путать с Торой и Вальхаллу затирают. О, опять агрессивные красненькие буковки. И опять про еврейчиков. Как-то у разрабов мало фантазии по поводу надсменов, которых можно жёстко прессовать. Я, конечно, против, но хотя бы разок на цыган, что люпор хотя бы сделали. Много же разных челиков есть. Вместо того, чтобы очередной разжувом жмыхать, могли бы ради разнообразия устроить окончательное решение марабского вопроса. Ну вот как-то так и возрождается великий германский дух. Реджекнув современный мир и эмбрейснув традиции. Правда, чутка нетрадиционные. Ну вот уж теперь точно всё. В следующий раз будет... ХЗ что-нибудь. А ну а пока, пока, пока.